Всем доброе утришко! Сейчас я мусор выкину, вы пока собираетесь. Музыка. 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 Дратуйте. Ещё раз. Настрой на день. Ну, чё-то как-то я так тяжело встала, мне ничего не хочется. Сорян, Вась. Я, короче, выгуляла малых. Ну, и пока кормила, уговаривала, игралась, я уснула. Вот, поэтому я только, считайте, встала и выехала. Да что, она у меня вылетает в последнее время. Ещё бы грязненькие такие. Слушай, вещи в этой пижаме вообще бомбял. В чём сплю, в том гуляю. Вообще похер. А, нет, не даю Аме никаких витамин, потому что я же не знаю, какие побочки могут быть, как отреагируют. У неё же бочки. Ничего не могу я ей давать. Может быть, что-то есть, да, но это мой такой бизик. Хотя я лежала, не поверите, вот именно вчера, и я думала, может быть, ей какие-то витамины начать давать. Как настроение поднять? Переводом на карту. Доброе утро. Аме очень сладкая. Она вообще, она вот такая крошка, она такая маленькая. Она скачет, как тот козлик просто. Ну, ей, конечно, ей, безусловно, ей легче от того, что она похудела, от того, что она всю шерсть скинула. Она скачет так, и прям аж припрыгивая на задних ножках. Да, линька. Но у неё линька, видите как, она полностью под ноль скидывает. Например, как бы, ну, я не встречала, да, такую линьку. Ну, говорят, что так оно и должно быть. А там хер знает. Она просто, она лысая. То есть у неё сверху, ну, вот ты трогаешь, ты трогаешь кожу. Благодарю и вам прекрасного настроения. Никак, два раза в день стараюсь полы мыть, влажную уборку делать. Всё в шерсть. Такую щетку купила для кровати. Она же со мной спит, но она как липучка. Не могу даже объяснить. Привет, Даша. Но уже всё, уже такой именно вот пик, он же уже прошёл. Да, ну, шерсть ещё лезет, да, но уже можно подмести, пропылесосить, помыть, помыть и полегче станет. У нас 26. Облачно. А ветер, я не знаю, какой-нибудь юго-западный. Ну, там уже не этим улезть, там кожа, вы понимаете. Вот это нагло было с твоей стороны, чувак, сейчас сделать. Ладно, хорошо. Поблагодарим. А ещё такой моментик. Моментом море. Я не страдаю головными болями. Ну, то есть, чтобы у меня болела голова, это крайне редко бывает. Голова, давление, очень крайне редко. Когда я пизданулась, после того, как я пизданулась в Сочи, у меня головная боль, она практически не проходит, знаете, какого формата. Вот это вот кость. Вот я же, получается, вот так билась об воду. И у меня вот эта прям кость, на неё дотрагиваешься, она адски болит. Прям вот эта вот, ну, лобная вся часть. Кушать, да, кушать. Ну, к нам нет, а к вам, да. Я пыла у остеопата сразу. А, джинсулия. Ужиголка. У меня настроение нормальное. У меня и вчера нормальное было. Ну, вот момент есть, который меня тревожит. Пидорас, твое имя. И бонашка. Рядом с собой мужчину, какого я вижу, терпеливого, понимающего, заботливого, любящего, щедрого. У меня еще не проснулся. Да зачем они выезжают перед тобой и бесят меня? Я еду, никого не трогаю. Прям реально болит. Болит именно кость, вы понимаете, ребят? Это не разные мужчины. В вашем, может быть, представлении мира – это разные мужчины. В моем представлении мира – это один мужчина. Почему вы считаете, почему до сих пор не замужем? Потому что я не собираюсь ни под кого подстраиваться, соглашаться на меньшее. И никогда не ставила себе цели выскочить замуж. Мне без мужика охуительно. Все сделала сама. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не обладаю женской мудростью. Я не могу вам об... Я, может быть, ее понимаю со стороны. Но не то, что не обладаю. Я не понимаю, почему в какой-то момент я должна заткнуться и быть умнее, мудрее, делая вид, что ничего не происходит. Вопрос с хуя. Да, если бы человек, допустим, для меня, ну, это я думаю в теории, очень много чего в этой жизни сделал, то, ну, наверное, как бы да. А во всех других ситуациях, почему я должна свое личное затыкать за глотку, блядь, лишь бы а-ля типа не поругаться? Ты кто такой, Ася? А вообще в последнее время, вы знаете, я уже вообще не выясняю отношения. Клянусь вам, говорю, ни с кем. Я просто блокирую. Когда мне пытаются что-то начинать рассказывать, я говорю, ясно, понятно, ок, блок. Мне смысл с кем-либо что выяснять? Ну, вот зачем? Я девочка взрослая, я это все прошла, переживала, выпрыгнула лет 10, 15, 20 назад. И сейчас выяснять одно и то же. Ну, блин. Ухуя твоя прерогатива затыкаться, а не моя. И жены твоей, понял? Нет, подождите. Речь сейчас идет, мы разговор ведем о мужчинах. Мы разговор ведем просто о мужчинах. Если мы говорим конкретно о людях, о женщинах, о подругах, я, естественно, не блокирую, но я не выясняю ничего. Нет, не боюсь остаться. А чего я должна бояться остаться одной? Мне прекрасно. Я зарабатываю, я развиваюсь, я помогаю своей семье, помогаю животным, по возможности куда-то летаю. Я не стою на месте. В моем понимании, да, мне хочется больше, безусловно. У каждого своя судьба. Если не суждено мне встретить, мне что, пойти убиться, блядь, зарыться, рыдать, блядь. Ну, значит, моя судьба такая. Я буду получать удовольствие от другого. Не собираюсь я рожать для себя, пожалуйста, оставьте меня с этим вопросом. У меня уже неадекватная реакция на эти вопросы. Нет, я не собираюсь рожать для себя. Нет. Как мне на днях спросили, ну, если ты залетишь нечаянно, ну, говорит, что ты сделаешь? Блядь, ну, как можно за 35 лет нечаянно залететь? Можно вопрос? Ну, я что, первая жизнь не хуй увижу или презерватив? Ну, как? Вот как можно нечаянно? Мне не хочется семью, угомонитесь. Как можно нечаянно залететь? Так, куда мне воткнуть машину? Ну, слушайте, когда беременеют с презервативами или вот в таких ситуациях, то я считаю, что это судьба. Ну, здесь, ну, не попрешь против, естественно. Но я очень надеюсь, что, боженька, меня милует. Да всякое может быть, девочки, но вы сейчас не придирайтесь к словам. Я вам образно говорю, разговор какой. А будет так ровным счетом, как должно быть, ни больше, ни меньше. Ебанько-морозко, блядь, там кирпич висит. Там кирпич повесили. Опустите окно. Там уже кирпич висит две недели. И они могут стоять. Я очень ревнивая, да. Золотая под кирпич завекала, выезжает садом. Тему меняем, потому что я захожу в общественное место и парапсекоз, и беременность. Ну, на меня люди будут оборачиваться. Когда уезжала, я поставила его в холодильник. Сегодня ночью я проснулась, мне не хотелось пить воду. И я купила, ой, купила, говорю, взяла этот компот. Вот, и я его пила, и я прям чувствовала, как он ледяной, и как он идет плохо. Но... Короче, я по-моему заболею. Короче, я по-моему заболею. Короче, я ось пить. Я ось пить. Что-то мне? Ось пить. Ось пить. Это вымолить. И я уезжаю. Здравствуйте, Камил, можно только, чтобы вы сделали кофе, пожалуйста? Я три дня его не пью, нормально. Да, двойная карамель, да. И вот этот, вафлю, да. Спасибо. 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 Здравствуйте. Самое что, короче, мне приятненькое, вот эту вафлю, которую я ем, ее очень мало, она маленькая. Ее прям половиночку вот такую кладут, я не знаю, почему мне так решили ее резать. Нет, я не меняла еще паспорт. Вам приборы? Да, спасибо. Спасибо. Даша, вот такой кусочек вафля. А если вы зайдете, прочтете текст, то, возможно, вы узнаете, кто подарил букет. Ой, слушайте, я не болела, может быть и болела, но не знаю, но да, многие говорили, что волосы выпадают очень сильно. До полугода, пока не восстановишься. В смысле, это блюдится, или не тарелка, это блюдца, чтобы вы размер понимали этой вафли. А может, у меня выпадают волосы из-за того, что это, я переболела и не знала. Вы серьезно не чувствуете запахи два года? Написать на страницу, на другую. Блин, девочки, как вы живете без запахов, это, наверное, очень страшно. Не, я никаких диет не знаю, Диш. Спасибо большое. Сыр, вич на помидор. Оль, я с вам еще раз говорю, напишите на аккаунт другой. Пусть ваша малышка выздоравливает. Огрошка на завтрак? Ела и плакала. Главное, ела Дашу. Девочки, наша подруга здесь. Гудморнин, Джонер. Нет, это не вредно. Почему вредно? У всех свои вкусовые предпочтения. Спасибо, девочки, всем. Именно все эти кофемании во всех есть. И даже не кофемания. Доброе утро, Юлечка. Поздравляем вас с днем рождения. Пусть все ваши мечты исполнятся. Пусть все ваши мечты исполнятся. Пусть все это не очень. А что про него рассказывать? Я же не бариста. Джоннир чисто на посуде. В общем, мне мало. Нет, я не готова. Тем более, сама себя. Когда мама дома, могу сделать. Ссылка в шапке профиля есть. Кузнатишка какая. Кузнатишка. Кузнатишка. Иди, пташка, пока не станет страшно в этом огромном. Иди, пташка, пока не станет страшно. И вы сразу узнали, кто он, что он и как он. А вам сил, терпение. И, как говорится, Бог даёт ребёнка, Бог даст на ребёнка. Поэтому только вперёд. Мне кажется, со вчера у нас не было песенок очень модных. Мне кажется, что я задом лучше всего паркуюсь и езжу в принципе. Летий, пташка, пока не станет страшно. Так, а как мне поехать, чтобы заехать? Вот цветок на тебя уже все обратили внимание. Всё, расслабься. Субтитры подогнал «Симон» Слушайте, ну это только вам решать. Не просите здесь ответа и поддержки. Не перекидывайте ответственность. Это ваш ребёнок и ваш выбор по жизни. Субтитры подогнал «Симон» Как я считаю, это моё. За грехи отвечать вам, не мне. И вам должно быть всё равно, как я считаю или как кто считает. Это называется перекидывание ответственности. Просто вот искренне мой совет. Не поднимайте здесь эту тему. Это только должны вы решить. Не ваша, не мама, не папа, не подруга, не бабушка, только вы. Ты не для меня. Нет, ты не для меня. Нет, ты не для меня. Девочки, вы понимаете, что я только сейчас обратила внимание? На дорогах листья лежат уже осенние. Сейчас пиздец. Лето закончилось. Сейчас я люблю другую. Спасибо, Григорий Лев. Григорий Лев. Гришенко, я всегда мечтал. Мы с тобой долго к этому шли. Мне очень приятно. Спасибо большое. Дорогей счастья, как всего самого наилучшего. 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 Спасибо. Всем спасибо, ребятки. Без причины, безусловно. Пока бьется мое сердце. И вас тоже с праздничком. Доброе утро. С праздником. Ты ткань получила? Яблочный спас. Все, я тебе сейчас все распишу. Как себя чувствуешь? Ну, полегче? Лечись давай. Давай, я тебе сейчас распишу. Угу, вот такая. Он не молочный. Он такой с холоднинкой. Ну, прям, я вообще, я давно так не кайфовала от маникюра. Реально. Он прям вауи. Продолжим. Класс. Настроение Григорий Лепс. Уже третий день подряд. Без причины, безусловно, пока бьется мое сердце. Класс. Класс. Безусловно, пока бьется. Класс. 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 Кришника, я всегда мечтал, мы с тобой долго к этому вышли, мне очень приятно. Спасибо большое, дорогие шеи. Ну что, вы готовы к осенью, ребят? Через один оттепей осень. Я дышу тебе, героя, и люблю, как любят в детстве. Без причины, безусловно, так пробьется мое сердце. Кстати, о маме Тане. Мне надо приятно идти. Этой прекрасной женщине. А я что-то даже не открыла. Серьезно, вы хотите курточки одевать? Да ну, ребят, ну вы что, 9 месяцев темноты, блядь. Серости и холода. И колесики менять надо. Да. И опять машинка будет некрасивой на маленьких колесиках. Без причины, безусловно, так пробьется мое сердце. Я дышу тебе, героя, и люблю, как любят в детстве. Без причины, безусловно, так пробьется мое сердце. И дарас твое имя. Да, это, наверное, самое быстрое лето в моей жизни тоже было бы не одно. Продолжение следует... Олесь, на какой обед? Я только позавтракала. Вам... Вы обедаете в 11-20 утра? Вы сейчас серьезно? А завтракаете вы в 5? Когда она жена, чтобы никогда не потерять тебя. Она носит все лучшее сразу, И у тебя зашукает стразы, Чтобы шаловливый караку, Не влюбиться другую заразу. Она носит все лучшее сразу, Мне не нравится эта песня. Ну не то, что не нравится, Она какая-то грустная. А эти вроде как про любовь, Но они такие грустные. Она хоть на лизмах, А ты ее капкан, Как будто ваш роман, Заколдовол шаман. Чтобы никогда не потерять Тебя! Она носит все лучшее сразу, И укрепать шутка и стразы, Чтобы шаловливый караку, Не влюбился другую заразу. И если бы я взял Со строчки о тебе из наших чат, Из них написал бы трек, А не вылазил бы их всех в чат, И по-любому залетел бы в рэк, Ведь мы с тобой типичная пара, Ты красотка, я не молод, Но парень, Нас носила по клубам, по парам, Пока не поняли, что пара. Я не узнал бы любви, Если ты не ты, И просто так прожидал года, С тобой я легко в любой лабиринт, Из-за тебя под голову виска. Я не узнал бы любви, Если ты не ты, И просто так прожидал года, С тобой я легко в любой лабиринт, Из-за тебя под голову виска. Да, мне тоже, Может быть из-за того, Что это лепс, вот, да, И у меня тоже она как-то, ну, Не заходит, Не его эта песня. Она, может быть, Не плохая, Она, это про кого вы пишете? Она для кого одевается? С тобой я легко в любой лабиринт, Дедуля, я еду, Родной мой. Не плачь, моя милая, Я его не пропущу, Теперь ни на шаг, Ни на день, ни на миг, В кулак все силы, В огонь осталь, Скоро отпусти, Поверь, со мной так было тоже, Только ты еще не знаешь о том, Как будешь громко смеяться потом, И вроде те же песни, В твою пылести, Но все не о нем, Ты будешь на берегу океан, Смотреть, как звезды близко, С кем-то очень искренним, Пока кроват отжат раны, Давай еще повесть, Он твое небо, Он твое море, Ты ему дедный, Он опять горит, Он звонит ночью, Из чужой ванны, Ты ответишь точно, Все идет как лаву, Ты кричишь о том, Что трещит вверх, Ты ему хоббит, Он опять вверх, И снова жужжь нервы, Если так, что же, Лучше быть полным стердом, Читать всегда он не сможет. Держи меня за руку, Пока ночь не закончится, Я предательски жду, Когда он мне напишет, Я больше так не могу, Когда это кончится, И если с тобой было так же, Скажет, как ты влюбишь, Та другая будет счастлива, Может быть, Но кому я врус, Не будет все тоже, Пусть пока кайфует, И целует... Можно вопрос, Мужская половина, Вы чем руководствуетесь, Когда вы заходите к девочке, И спрашиваете марку ее авто? Мужская половина, И снова жужжь нервы, Так, ладно, ребятки.